Известный инсайдер и журналист ESPN Майк Коппинджер поделился подробностями относительно поединка между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком. По словам Майка, бой планируется на 29 апреля в Саудовской Аравии, практически сразу после окончания Рамадана. При этом журналист утверждает, что Усик уже принял все условия и теперь дело за Фьюри. Если Тайсон не согласится на условия саудовцев, то поединок пройдет на Уэмбли в Лондоне. Всем привет, вы на канале Воин и вы смотрите главные новости бокса. Погнали! Обязательный претендент на титул WBC в полу тяжелом весе Калум Смит пройдет следующий поединок 11 марта в Ливерпуле. Его соперником может стать польский боксер Павел Степен. Ранее была информация о возможном бою Смита с Джошуо Буатси. Поединок Джерон Тедеиса и Райна Гарсии пройдет в Лас-Вегасе, штате Невада. Информируется, что для проединения боя рассматривают три арены. Стадион Олегиант, вмещающий 70 тысяч зрителей, Тимобайл-арена и МДЖМ Грант. Скорее всего местом проединения поединка станет стадион Олегиант, который является крупнейшей ареной в Неваде. Также сообщается, что количество платных трансляций состоит около 200 тысяч. Причиной столь низкого количества ожидаемых пепперю является процветание пиратского контента. Артур Бетербеев ответил на слова Тайсона Фюри. Британец назвал чушью разговоры об ударной мощи россиянина. Я познакомился с ним в 2013 году, когда впервые попал в Канаду. Он показался простым парнем. Сейчас, возможно, я изменю свое мнение. Он может говорить, что хочет. Боксер из тяжелого веса пропускает тяжелые удары. Также Бетербеев прокомментировал слова Дмитрия Бивола, который ранее заявил, что не видит смысла реагировать на его вызов. Никаких проблем с тем, что пройти этот бой нет, если Бивол захочет. Я не расстроюсь, если бой не состоится. Он хороший парень, молодец, выиграл пояс. Я не вызываю его на бой. Я предлагаю его пройти. Смысла вызывать на бой нет, если один хочет, а другой нет. Значит, сейчас такая ситуация. Тедди Атлас считает, что Дмитрий Бивол способен досрочно победить Артура Бетербеева. Бетербеев замедляется. Ему 38 лет. Он провел 300 боев в любителях, много тяжелых поединков профи. Он стареет, и никому не победить время. Я бы никогда не стал сбрасывать Бетербеева со счетов, потому что у него есть мощь, характер и гордость. Для меня Бивол солидный фаворит. Это мое мнение. Оно может отличаться от мнения других. Мне кажется, есть хорошие шансы, что он остановит его ближе к концу боя. Либо из-за рассечения, либо из-за бесконечного количества ударов. Бетербеев не волшебник в защите. Вероятно, он будет стабильно пропускать много комбинаций, и рефери придется остановить бой, или же поединок остановит угол Бетербеева. Я думаю, есть шансы, что бой пройдет по такому сценарию. А на этом у меня все, друзья. Большое спасибо за просмотр. Поддержите это видео своим бойцовским лайком. Пишите в комментариях, что вы думаете обо всем этом и подписывайтесь на канал. Всем крепкого здоровья и увидимся завтра. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok